Технологически эта компания Другое дело, когда вы сменили очки и в других очках двигаетесь в потоке на вокзале Вот Vision Labs умеет, конечно, не со стопроцентной вероятностью, но с высокой достаточно вероятностью, гораздо выше, чем все остальные Выявлять людей и идентифицировать их в момент движения в толпе Это технологии, которые востребованы как с точки зрения безопасности, так и для коммерческих приложений Например, это источник идентификации персонала, встителей в банке Или это вторичное подтверждение личности для работы с банк-клиентом для финансовой отрасли Это очень большое применение, как вы знаете, сейчас все банковская сфера, она уплывает в онлайн Есть много споров на тему того, сохранятся ли банковские отделения через 5 лет Или Сбербанку надо будет продать все свои отделения Это, ну, я немножко утрирую, но, конечно, доля услуг финансовых, которые сегодня предоставляются Особенно транзакционных, это платежи, переводы и так далее через мобильные средства, она велика Здесь главный вызов это убедиться, что тот человек, который нажал кнопку отправить Это именно тот человек, которому это было разрешено и позволено И это именно его деньги И вот эта технология, она как раз одна из тех, которые позволяют эту задачу решать В прошлом году было принято решение об открытии еще одного направления в рамках биомедицинского кластера Это агротехнологии для сельского хозяйства, совершенно верно Сегодня у нас в Пайплайне уже более 100 проектов на эту тему Резидентами являются более 30 компаний в этом секторе Некоторое время назад я встречался с компанией-резидентом, которая делает очень интересную технологию Она заменяет гербициды на активные бактерии, которые в почве подавляют своих конкурентов Тем самым мы уходим от отравляющих веществ, которые активно используют в сельском хозяйстве Вторая интересная технология, она лежит на стыке кластера биомедицинского, которым занимаются сельским хозяйством, и космического Это все, что связано с дистанционным зондированием Земли Когда вы снимаете даже с малого спутника поверхность, вы можете делать в разных спектрах В определенных спектрах вы видите содержание удобрений И дальше вы связываете аэрофотосъемку, в данном случае из космоса, с небольших орбит С навигационным модулем по машине, которая идет, занимается удобрением И контейнер, из которого сыпется удобрение, он открывается ровно в тех местах, в которых это нужно Экономия до 30% У нас 460 компаний на сегодняшний день Из них более половины сфокусированы на технологии для промышленности и для бизнеса То есть, в принципе, поскольку мы в основном поддерживаем компании, которые занимаются созданием новых технологий То они в первую очередь востребованы в бизнесе, конечно, и в промышленных предприятиях Если говорить о том, какие технологии из России, информационные технологии из России востребованы на международном рынке Это, как правило, вещи, связанные с созданием искусственного интеллекта Это система обработки больших данных Это система кибербезопасности То есть, все то, что, собственно говоря, происходит вокруг данных И, собственно, опять же, в применении промышленных предприятий Например, компания Signum, собственно говоря, представляет именно такие технологии Собственно говоря, они создали программно-аппаратную платформу Которая позволяет собирать данные с датчиков станков с ЧПУ И предоставлять главному технологу, главному механику и другим менеджерам промышленного предприятия Информацию о том, о загрузке станков, о статистике выхода из строя И, соответственно, прогнозирует ремонт и, соответственно, использование оборудования на будущее Что напрямую влияет на эффективность производства и на снижение затрат Любое устройство сегодня может быть умным То есть, это может быть и станок, это может быть робот, это может быть автомобиль Это может быть система, которая отвечает нам с вами в банке на наши вопросы То есть, все что угодно, да, система искусственного интеллекта Это, я бы сказал, скорее программная машина Которая позволяет находить ответы на те вопросы, которые она получает И если она это делает без помощи человека, то, собственно, это и есть искусственный интеллект Самый простой такой пример, который понятен всем Это, например, чат-бот, который ставится на любой веб-сайт И вы задаете там вопросы и получаете ответы, да Соответственно, задача сделать так, например, чтобы эта система была самообучаемая Да, в этом случае она становится искусственным интеллектом